Не опоздайте к номеру мистера Фикс. Ну что ж, идемте, господа. Меньше четырех рук мне не предлагали. И не менее, щедрожитый, сердец. Ну что же мне с вами делать? Как вам не надо, я все время говорить о любви? Все время повторять за мной и позже. Боже мой, как это сон. 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 Какая цивилия, друзья, Клятвы любви не твердите зря. Жизнь поклевелите прекрасно, Не усложнайте ее вопросно. Любовь не надо нам звать, Она сама придет. Сердце в пути без лишних слов дольков Повторяем вам, друзья, мы теряем весна. И прошу сердца, мы вам ждем я. Повторяем вам, друзья, Не следим не мил я. Жизнь поклевелите прекрасно, Не следим не мил я. Эта сумасшедшая девчонка смеется надо мной? Заставит меня впустую прождать два часа. Меня, который сам всех заставляет ждать. Викон де фонаре, Герцог де Прусси, Барон Шатанев, а? Какова? Но смеется тот, кто смеется последний. Пьяк! Пьяк! Господин Барон, я здесь. Вы нашли ее? Я дура совкоматили своих поклонников, Насматривает конюшни. Ей только конюшни не хватает. Предпочесть меня конюшни. Сколько женщин сходило из-за меня с ума? Для этого сих пор сидя в сумасшедшем доме. Я их там где-то спрятал. Одна балерина хотела броситься из-за меня в реку, но она замерзла. Кто? Валерина? Река! Пьяр, я должен жениться на Теодоре? Господин Барон, дайте руку. Она недавно похоронилась. Не дам. Если она помнится, она меня забракует. Она изволована и капризна. Такие девицы любят, что воин носили на руках. Дорогой! Женщин всегда носят на руках. А на шее они сами стоят. Вера, я должен жениться на Теодоре. Вы мой секретарь? Есть идея, господин Барон. Поставите эту капризную девицу в такое положение, чтобы она была вынуждена выйти замуж только за вас. Легко сказать. Какая невыскрепия. Скандал, который скомпрометирует. А вы окажете срочно светских условностей. Очень симпатичная идея. Идемте смотреть представление. Но позвольте, во всем сверху ни одного свободного места. Что значит нет свободного места? Для меня всюду есть место. А вы как вы. Мисс Мейбл. Мисс Мейбл. Приготовьтесь к выходу. Молите Бога, чтобы все сошло хорошо. Если вы провалитесь, то уж не в защите. Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы все сошло хорошо. Чтобы я имела успех. Боженька, сделай так, чтобы полет на весь мир. Много, много аплодисментов. Ведь ты поможешь. Боженька. Много аплодисментов. Окей. Гуд бай. Гуд монен. Гуд дымнен. Гутенгахт. Это все, что я знаю по-английски. Ох, это англичан? Мистер? Да. Мисс Мейбл. Мисс Мейбл. Я не говорить по-английски. Но вы все поймете по выражению моего лица. Мисс Мейбл. Я честный вам. И зовут меня Тони. Тони Дюпоно. Мисс Мейбл. Вы парижанин. Самый чистокровный. А вы, вы тоже парижанка? Еще какая. А почему же на афишах вас именуют англичанкой? Как захотела мадам директрисе. По-моему, она не совсем нормальная, если бы только ее знали. Я ее знаю. Нет. Нет. Вы себе даже не представляете. Вы не можете ее знать. Мадам директриса моя мать. Все ясно. До свидания. Нет. Постойте. Что? Я хочу сказать. Я люблю цирк. Я с детства люблю. Мечтаю о цирке. Цирк мне скидется по началу. Я готовлю себя к цирковой карьере. Я умею жанглировать, крутить фокусы, показывать сальто. То есть наоборот. Показывать фокусы, крутить сальто. А мама хочет, чтобы я стал директором ресторана. А я хочу быть артистом. А мама мне запрещает даже смотреть цирковые представления. Мы сегодня на уехала в Ельзию. А давайте встретимся после представления. Ой, Эстоний, вы такой смешной и симпатичный. Я очень симпатичный. Да как насчет встречи? Не выйдешь. Почему? Мне тоже мама мне запрещает. Ведь я же нарушил маленький запрет. Ради цирка. И ради вас. Вы и цирк понятия не раздремят. Там, где вы, там и цирк. Там, где цирк, там и вы. Цирк, волшебный мир чудес. Цирк, день обогут небес. Васяк в сказке убивав на виду. Для мою звезду. Песня. Вызрослой . Васяк в сказке убивав на виду. Он слепотлами. Жаль земной . Все это доброй . За счастьем водою Уносят мечты. Но мне, Песня. ПЕСНЯ 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 Было ужасно интересно. Увлечённая происходящим, я неосторожно перегнулась через год, и оказалась в морской тучине. Мама, я не умела. Всё решали секунды. Никто и опомниться не успел, как сверху Ильеев за мной бросился свой спаситель. Его звали Лусиен Жерве, моя первая любовь. Любиться простого моряка? Шок? Ваш отец, наверное, хорошо наградил его. Мой отец? Я не хочу говорить о том. А где же сейчас этот счастливчик, этот Лусиен Жерве? Он исчез. Ему угрожал суд за один простого. И это плавкашик, хорошо? Мадемуазель, можно ещё один нескромный вопрос? Вы всё ещё любите этого моряка? Вопрос действительно нескромный. Вас это не касается. Я так боюсь. Так боюсь за тебя, сынок. Милый, добрый, финальный. Я всем на свете обязан тебя, если бы не ты. Ну всё. Довольно сантиментов. Давай уедем. Уедем подальше от этих людей. Ведь мы с тобой настоящие мужчины. И ни к чему нам бояться людей. Людей дадут. Но отец, который не человек, он сатана. Если бы ты знал, на что он только способен. Кому бы и знать, как не мне. Матросы ненавидели его. В мире он был страшен. А в тот день мальчик юнга замешкался с выполнением какого-то приказа. И тогда капитан налетел на него с какой-то бешеной яростью. И стал изливать. Я не мог выдержать этого. Я подошел в свете его санку и... Ох, я знаю твою железную бабку. Да. Отец, для которой хорошо благодарен тебя за спасение дочери. Ну да. Двенадцать лет санка. И это при том, что люди были с низкой детями. Ну всё. Довольно об этом. Люсиена жерба больше нет. Есть мистер Икс. Король цирка. А теперь успокойся. Ты слишком разволновалась нас. А тебе выходить на манеж. Ну где же ваше черное масло? Прошу тебя, сынок. А вот и сам мистер Икс. О, как интересно. Мистер Икс, вы видите перед собой величие почитателей вашего искусства. Мы приглашаем вас после представления выпить с нами бокал шампанского. Я благодарен вам, но, к сожалению, вынужден отказать. А если я попрошу вас об этом? Меня зовут Теодор Берзилов. Я очень счастен. Мистер Икс, правда, что вы никому не показываете сто его лица? Да, это правда. Даже если бы я попросила вас сделать исключение? Я вынужден был бы сказать даже вам. Мистер Икс, мы привыкли исполнять желания наших замков. Снимите маску. Если мы хотим узнать, как выглядит физиономия какого-нибудь церкового штафа, то мы обязательно узнаем. А с удовольствием. Господа, неужели вы будете драться с простым циркачевым? Вы не хотите выгласить прощения? Тогда что, уже вам мешает это вам делать? Вот так, Сергей Икс, у нас в церкви укращают хищников. Поправляйтесь в лужу. Но мы... Слово прекрасной сеньорины, закон для благородных сеньоров. Прошу вас, господа. Прошу простить меня за этот неприятный инцидент. Они виноваты сами. Папаша, ты лет. Пойди проверять подкурку. Нет. Лучше ты сделай это сам. А я пока развлеку сеньорину. Но я спокойнее работаю, когда проверяешь. Значит так. Пойдем и проверим вместе. Теперь я не прошу. О, мама моя. Он бросит меня. Я прошу его. Она ведь трогается со своего места. Аливеденчи, сеньорина. И запомните, что там вас ждут поклонники. Я надеюсь, что на меня вы не сердитесь. О, нет. Что вы? Я любопытна, как все женщины. Но даю вам слово, что больше никогда не буду просить вас снять маску и не стремиться узнать ваши тайны. Хотя, впрочем, я же читала в газетах, что вы носите графский титул и... Да, да. А в другой, что я задушил возлюбленных. А в третьей, что я как-то шлицую. Все это делается на какие-либо планы. Но в жизни бывают случаи. Во много раз удивительнее всяких выигрок. Например, что бы вы сказали, если вы узнали, что несколько лет я жил только одной мечтой. Увидеть вас. Вы? Но вы же видите меня впервые. А может, и не впервые. Может быть, встреча с вами решила судьбу этого артиста. Боже мой, ситуация из-за романа Виктора Ивана «Любовь артиста» не достает только, чтобы Геннадий сказал мне «Я люблю вас». В романах мы слова свои находим по счасть. В романах жить помимо всех придуманных фраз. Я вас люблю из века век, и знание звучит. «Я вас люблю сегодня вам», артист говорит. «Любовь артиста» «Любовь артиста» «Любовь артиста» «Мой мальчик, приготовься! Сейчас будет выход!» «Любовь артиста» Неплохо. Совсем неплохо ты отработал свой первый выбор. Правда, сальто не совсем чисто и в финале потерял темп. И фраз, фраз! Да я и сам почувствовал потери темпа. Завтра снова буду репетировать педал номер. Мистер Икс вы работали изумительно. Мистер Мэгл. На аре-мо! Еще свой выход. Пожелайте мне удачи, мистер Черный Мак. Маленький, милый, путем, желаю большого удачи. Браво, браво, мистер Икс. Вы действительно великолепная артист. Я сам, как лучший кавалерист, прекрасно понимаю, как тяжело то, что вы делаете. Особенно в вас. Оно мне мешает? Я к ней привык. Я специально пришел, чтобы божать вам руку. Паром Шатанэ. Кстати, почему вы выступаете в мастер? На это есть свои причины. Я ведь кое-что знаю про вас. Что вы знаете? Я видел, какими глазами вы смотрели на меня и Теодору Верде, когда я прервал вашу беседу. Ну-ну, не сердитесь. Я ведь человек тонкий, я все прекрасно понимаю. Я тоже был молод. Ну что, так сказать, влюбились с первого взгляда? Конечно, ведь она прекрасна. А вы, вы ее родственники? Я ее друг. Год назад мой отец умер. Умер. Так, я был его близким приятелем и считаю своим долгом помогать его дочери. Вы мне симпатичны, мистер. Ваша смелость, приманка, душевный порыв. Я считаю, моей подопечной будет очень полезно пообщаться с вами. Кстати, сегодня я устраиваю прием на маниже цирка. Вы, само собой, пригласны. Но, но, Крафиня не станет общаться с каким-то циркачем. Пожалуй, вы правы. Циркачем не искали. А вот с князем. На обман я не пойду. М-м-м, достойно ответа не стоит. Я, как бывший военный, скажу, что на войне все средства хороши. И выигрывает тот, кто не стесняется средства. Так говорят только те, чьи средства не ограничены. А нам, бедным актерам, стоило быть поразборчивее. Подслушивать уже разговоры? А в цирке нет секретов. Мой Маркчик тебе не стерла, но признает о приеме. А в маркетинге, но ты же тоже был тогда-то молодым. Никогда. Я всегда был такой, как сейчас. Ну, может быть, это лохитинский или еще? О, святан, крепко. Ну, почему ты не вразумила эту горячую голову? Ну, хорошо. Иди. Тебя все равно не удержишь. Марон. Да. А как вы собираетесь его представить? Ну, как рапа. Пусто и мелко. Ну, тогда как князь. Скучно и банально. Хорошо представьте вы. Махараджей. А, я забываю, что я в цирке. Или никак. Или ты не на арене. Да, я не на арене. Черт возьми, не на арене. Но, понимаешь, это дело принципа. О, мамма меня. Принц. И банк. Давайте назовем его Шатале. Принц Шатале. Красиво и непонятно. Кстати, раз был такой слон в цирке, вполне подойдет к вашему обществу. Клоун всегда клоун. А барон всегда барон. Значит, принц Шатале, жду вас на манеже ровно в 12. Ровно в 12. Почему не так надо аплодируют? Потому что ваш номер не имел успеха у публики. Может быть, не выйдете по клонисту? Слышите? Аплодируют. Куда? Это аплодируют не вам. На арене иллюзионистов. А что касается вас, мисс, то с завтрашнего дня вы больше не работаете. Ну, вы держите, Сёбра. Ведь по контракту. Что? Сидаете, что контракт с вами расторгнут? Нет, нет, так нельзя было же я держу. Меня это не касает. И что? Вам совсем не жаль эту девушку? Я не имею права на это чувство. Дело есть дело и никаких умов. Значит, да. Какой же вы? Я вас ненавижу. Браво, браво, девочка, очень мила. Значит так, если эта девушка завтра не выйдет на арену, то не я, не мистер Экс, тоже не выйдет на арену. Что? А контракт? А контракт мы будем расторгать. Дело есть дело и никаких умов. Ройся, папа. И расторгать не медленно. Господин Борг, слышите? Не медленно. Стояние не окончено, публика начинает расходить. Нитеряйте, ливи, не действуйте. И так, реви, не действуйте. Марин! Оставьте меня в покое. Ты не подумай. Я не для того вас влюблялся, чтобы оставлять вас в покое. Увидите сейчас же, я вас ненавижу. Прекрасно. Ненависти до любви один шаг. Увидите сейчас же? Или я вас укушу? Кусайте, кусайте, я все равно не уйду. Кто вас обидит? Мне бы мы не стыдно. За бездарность. Как вас? Кто посмел? Кто бы лучше от них, когда все в нем жалит? Ради бога, не плачьте. И, пожалуйста, укусите меня. Я вас верю, вам сразу станет лечь. Нисс Мэйбл. Нисс Мэйбл. Все умажено. И вы продолжаете работать. Правда? Глянусь Святой Лукреции. Боже, Милейли. Я вам так благодарна. Вы мой ангел спустите. А я? И ты. О, нет. Я не ангел. Я девство. Я буду готовить вам новый номер, где вы будете прыгать через огненный круг. Вы представь, что вы ведь и тоталный номер. Глянусь Святой Лукреции. Я и мечтаю, что это в лесне. Да, да, да. Цирк — это большая работа. Это тяжелый труд всегда во всем. И только тогда прийдет успех. Представьте себе. Маэстро взмахнул палочкой. Музыка сверху. Вы появляетесь на белой лошади, оплатит сверху. Лошадь делает голову. Ах, вы делаете стойку на голове. Барабан делает тремоло. Ах, вы делаете двойное сальто. И вся публика делает. Ах! Ваш поклонник, ир��хам браво будет посещать, Что б в титанец, иртам браво, Вы хоть вас встречать. И букеты, и санкеты будут подарить, А ваше сердце похорить, я вас готова боготворить. Попланиц, и я не знаю, на реку прощения, Пусть весенний в лужах здравия улыбается в небе, Пусть прячок, горящий труд, похоряет всех, А вортичный милый труд, радует успех. Пусть весенний в лужах здравия улыбается в небе, И янке верет, я поняла, не умретый план. Добави, Мария! Добави! Добави! И так прошу вас, господа! Добави! 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 Добав! 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 Часы бьют двенадцать, а его все нет. Он обманул меня, ушел. Принц Шаталет. Вы опоздали. Ваши часы спешат. Люсьен. Простите, я ошиблась. Попросил меня, приятель, о дружеской услуге. Если разрешит, графиня, я ей представлю друга. Я разрешаю вам, рада всегда вам, друзья. Принц Шаталет. За честь, графиня, благодарен я вам. Я рада, друзья. Я порогу благодарен и признаюсь вам сегодня. В дальней авиануке это я мечтал давно. А мы давно. Его знакомство очень рада. Но согласится он мало, что пора мечтам сбываться. Жизнь суждена. Да, суждено. Кто в жизни с вами встретится один хотя бы раз. Наверное, навсегда запомнит вас. Как он влюблен. Надежды были тайны. Мы повстретили случайно. И в этот миг мечтала я вспыла. Попался он. И так, прошу вас, господа. Приди, готовый день, все мы поможем. Быстро очистить и вот слов, как у нас ты пью. Полночь покоем всех сонят. Спас всех сонят. Родной Париж, ты за стеной шумишь. Ярко, молодой корей. Родной Париж. Все ревнут, песню, все поют. Сонят, смеются и споют. Родной Париж. Под свои мечты сейчас сам не снишься ты. Полные бессмертные красоты. Шумные безвестия. Пусти восходь. Пусти лошадь. Родной Париж. Бог не любит песни. Пусти лошадь. В носок я пробил. В полночь. Кто, кавел, сложный ходит special. Гошадь, отличная красота. Пусти лошадь. Пусть лошадь. Бандитя лошадь. Пусти лошадь. Ник Пусти лошадь. Позвольте, чтобы твердую тесну. Субтитры сделал DimaTorzok